В Саратове продолжается вспышка геморрагической лихорадки. Жертвами заболевания уже стали несколько десятков человек. Чтобы предупредить саратовцев о том, как себя обезопасить, сотрудники Роспотребнадзора отправились в совместный с представителями городской администрации рейд на Андреевские пруды. Подробности в нашем следующем материале. У нас уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом почти в пять раз. Мы здесь и не бываем. Это вот мы один раз приехали. Здесь везде следы грызунов определенные будут, потому что у нас грызунов очень много. Им говорят, отдыхать здесь опасно, но даже риск подхватить опасное заболевание горожан не пугает. В ходе рейда на территории Андреевских прудов специалисты предупреждают, любой может стать жертвой геморрагической лихорадки. Она уже отправила на больничные койки несколько десятков саратовцев. Основной путь заражения через выделение грызунов. С пылью поднимается воздух, мы вдыхаем. Особенно как можно заразиться, если мы активно дыхаем воздух. Ну, первое, это если мы курим и пыль есть. Если мы работаем, например, ну или занимаемся спортом, там какие-то вот такое, где активное дыхание. И второй путь, если это пищевой грызуны, если они по продуктам питания побегали, если мы это употребим в пищу, можем заразиться. Здесь, в зеленой зоне, нельзя ни сидеть на земле, ни тем более брать еду немытыми руками. Эти простые правила могут уберечь от болезни. Отдыхающие в этом месте в основном старожилы. Соблюдают правила гигиены и поведения в лесу. Костер, где надо, развожу. Листва убираю, чтобы сухая. Нет, не летели. А гигиенические руки там помыть? Ну, а как салфетки набрал, как положено. Но не все на подсказки специалистов реагируют адекватно. Иногда, говорят проверяющие, и слушать не хотят. Как результат, уже почти 100 заболевших с начала года, 20 только за месяц. Зафиксирован даже один летальный случай. Поэтому сегодня большинство саратовцев начинают верить в серьезность болезни. В целом, граждане реагируют достаточно положительно. Конечно, не без сарказма. Но, с другой стороны, с их стороны есть понимание, что такие вещи необходимы. И в целом относятся они с пониманием. Специалисты предупреждают, чтобы исключить риск заражения, лучше вообще воздержаться от посещений зеленых зон. А осенью может быть еще одна вспышка эпидемии. Когда в лесах закончится еда, инфицированные грызуны вернутся в дома саратовцев. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...